На сегодняшнем вебинаре я освещу свой взгляд на новости, которые произошли с Unisky Stream Technologies, как в плане СМИ, как в плане подготовки к экспо, потому что большие события, я думаю, мы с вами ожидаем, когда экспо будет проходить и в течение всего года. На самом деле это замечательно, что подобная выставка будет проходить не ограниченный период времени, несколько недель, а продолжительный период и как будто так и задумано на самом деле при развитии проекта, который мы с вами финансируем. Я напоминаю, что 25 июня произошел переход на подэтап 4.2 и сейчас мы с вами находимся на подэтапе 4.2, то есть до конца июня он произошел и никогда уже больше не вернется. И многие вещания, многие присутствия на различных СМИ также сейчас являются историей. Я всегда прогоняю, ну это знаете, вот как у нас вот будет запускаться платформа. Сейчас, кстати, хотел бы я немножко отлечься и сказать, что мы готовим на очень серьезном уровне. Я непосредственно как координатор, как инициатор, идейный вдохновитель всей этой системы, платформы обучения и адаптации. Мы сейчас также планируем провести опрос именно новых партнеров, потому что эта платформа в первую очередь для новых партнеров. И сейчас проходим определенные консультации для того, чтобы продукт получился наилучшим образом, даже его первая версия. И возник такой совет, если вы создаете продукт, тем более информационный, тем более для обучения, создавайте его с максимальным пессимизмом. То есть в нашем случае это будет для ленивых, для незамотивированных, для тех людей, которые могут перестать учиться, которые не захотят инвестировать. То есть вот мы для таких людей создадим продукт, который их наоборот побудит двигаться внутри. И о чем я говорю на самом деле, это именно продукт Skyworld Community, именно продукт SWC. И это тот скелет, на который мы будем наслаивать мышцы других инвестиционных направлений, как компании Unisky Stream Technologies, так и непосредственно направлений Skyworld Community, например, криптофиатная платежная система, которая сейчас тоже постепенно готовится к выходу. Но, так скажем, навыки и есть по такой понятии, как soft skills, то есть мягкие способности в дословном переводе, все вы получите на этой платформе. И каждый, кто желает, захочет и будет иметь мотивацию, сможет продавать наш продукт и двигаться по статусам. Ну и также, конечно же, мы эту платформу готовим для того, чтобы смасштабировать. И об этом мы предупредим всех лидеров, потому что появится некая конкуренция. Мы также будем расширять и офлайн-офисные отделы продаж. В логике действительно управляющей компании и в логике независимости от настроения лидеров, от их желания либо нежелания сейчас работать, потому что инвестиции нам нужно привлекать на создание сегодняшних заявленных планов и реализации их Unisky Stream Technologies, финансирование нам нужно привлекать всегда, без перерыва. Иначе мы подведем компанию и подведем, в первую очередь, самих себя. Итак, вот это вот небольшой экскурс. Я продолжаю вот такие буквально пробежаться по слайдам того, что было. Много что было за этот год. Я не скрываю абсолютно, но много что и будет. Долго еще до окончания года. И даже вот то, что мы видели из CNN, статьи. Кстати, хотел бы сказать, что на самом деле Шарджа Ресурш Технологии и Инновацион Парк, основные партнеры Unisky Stream Technologies в Меной регионе, на территории Арабских Эмиратов и вообще арабских стран, также разместили репортаж CNN на своем YouTube-канале. И в первую очередь, естественно, они тем самым показывают рейтинг и масштаб тех технологий, которые внутри Инновационного Парка развиваются. Конечно же, технологии Unisky Stream Technologies здесь на первом месте также. В прошлом вебинаре я рассказывал, и не буду останавливаться, но хотел бы буквально сказать, что пронесся веер новостей буквально со всех континентов, как с Индией, с Канадой, Румынией, США. Причем в США много достаточных каналов. И недавно также произошла информационная акция, так скажем. И это независимая акция, это сами журналисты захотели, сами осветили на таком интересном названии канала Sky News. То есть Unisky Stream Technologies осветили на Sky News. И мы помним, что Род Хук на самом деле долгое время развивал проекты. Есть определенные особенности на территории Австралии, что технология должна быть опробирована и некоторое время функционировать обязательно. Но время идет, и технология уже вовсю эксплуатируется. Да, пока что на тестовых участках. И, соответственно, годы функционирования технологии, их становится все больше и больше. Я хотел бы остановиться на репортаже Ронака Коттеча. Ронак – это знаменитый, достаточно серьезный журналист. В прошлом ведущих, самых ведущих телеканалов и ушел в блогерскую, журналистскую карьеру, потому что это более выгодно. И посмотрите количество подписчиков. 131 тысяча подписчиков. И Ронак разместил в своем видеоблоге репортаж. И это коротенький репортаж, меньше пяти минут, но уже огромное количество просмотров на нем присутствует. И большое количество комментариев. Большое количество комментариев. Всегда рад, что наши сподвижники, те, кто сами являются инвесторами, будущими совладельцами, технологии компании Uniskan Street Technologies комментируют. Но, что приятно, также комментируют абсолютно незнакомые люди, которые являются посетителями его канала. И во многом, на самом деле, комментарии сугубо положительные. А как по-другому может быть, если здесь был представлен даже макет части линейного города со станции в большом масштабе? И на самом деле, вот многие спрашивали, будет ли выставочный стенд на Экспо-2020. Нет, не будет выставочного стенда. Все будет стекаться именно в инновационный центр, в Шарже. И поэтому к октябрю Uniskan Street Technologies декларировала не раз, что будет закончено строительство грузовой трассы протяженностью 2,4 километра. То есть это уже для демонстрации полнонагруженного контейнера. И здесь все зависит сейчас от поставщиков, потому что логистика, конечно же, в период пандемии чуть-чуть затормозилась, и многие компании просто не укладываются в срок. Давайте, как говорится, скрестим пальцы, чтобы многие потенциальные заказчики и также потенциальные заказчики даже линейных городов будущего смогли доехать до инновационного центра в Шарже и увидеть уже воочию грузовое направление. На этом вебинаре обязательно я покажу, почему грузовое направление настолько актуально, бешено актуально. Ну и, в принципе, в своей логике, по своей традиции я покажу, что происходит в мировой экономике сейчас и почему на самом деле большое количество как наличных денег, так и денег на банковских счетах, которые сейчас, так скажем, в заморозке, ожидают своего шанса на новые технологии, и почему потенциально эти деньги отчасти могут перетечь в финансирование уже проектов, я думаю, Unisky Stream Technologies. И также были освещены мировые статьи на таком портале, как Out of Futures, то есть здесь на подобном портале в первую очередь, я думаю, нужно освещать такие технологии, как технологии Unisky Stream Technologies, и я хотел бы на некоторых вещах остановиться. Во-первых, было сказано, что технология Unisky Stream Technologies меняет целые города. И здесь в своей логике я хотел бы вам донести аргументацию, как я бы аргументировал, почему необходимо на сегодняшний день инвестировать в технологии Unisky Stream Technologies в инновационный транспорт. Мы видим приставочку U, и мне очень нравится эта фирменная приставочка, потому что она у меня ассоциируется с такой компанией, как Apple, с ее успехом именно, а не с продуктом. Давайте посмотрим, что изменила компания Apple, и что планирует изменить Unisky Stream Technologies. Компания Apple изменила IT-индустрию, но на первых шагах она не стала конкурировать с такими компаниями, как Dell, и изменила именно рынок не рабочих коммерческих компьютеров, а персональных компьютеров. И фактически Apple в начале своего пути изменили жизнь каждого отдельного гражданина в начале США, а потом всего мира. А здесь Unisky Stream Technologies планирует изменить не жизнь каждого человека в отдельности, а облик целых городов. То есть если гаджеты компании Apple – это некие технологические новинки для отдельных людей, либо для групп людей, ну, максимум для компаний, то продукция Unisky Stream Technologies – это более широкий масштаб. Это транспортные гаджеты, транспортные андроиды, как я ранее называл в своих вебинарах, для целых городов, для целых стран. И это создание нового облика вообще городов, если мы говорим про линейные города. То есть представьте, насколько больше масштаб либо отдельный пользователь, либо пользователем выступает целый город, либо какая-то территория конкретного коммерческого адресного проекта. Насколько более мощная капитализация может настать у компании, чем у компании, которая решает задачи конкретного пользователя. Поставьте от 1 до 10, как вам отзывается этот аргумент. И я мысль немножко не закончил, но в логике, как Наталья Иванова нас учит, я обязательно завершу свою фразу тем, что мое предположение, что компания Unisky Stream Technologies потенциально может иметь более серьезную капитализацию, чем компания Apple. только исходя из того, что масштаб применения намного больше. И пользователями будут уже города, а не отдельные взятые люди, либо компании. Также в этой статье было сказано, поставьте, поставьте, не забудьте от 1 до 10, как вам эта аргументация. Но для меня это просто вот сейчас, сегодня было как озарение, когда я готовился к вебинару. И вчера даже я не догадался до этого, когда перечитывал статью. Для меня это была бы аргументация и возможность успешного закрытия сделок. Если кто желает, так же используйте. И здесь Олег Зарецкий сказал, показал также различные виды U-Cond, то есть это даже не Unicorn, уже это U-Cond, U-Truck, U-Car, U-Bike, то есть все с приставочкой U. И также было сказано по поводу дорожной карты развития и, конечно же, сертификации. Сертификация и стандартизация сейчас происходят с самыми знаменитыми компаниями, фирмами. Они не раскрываются сейчас по определенным причинам, чтобы их никто не беспокоил, из конкурентов, из недоброжелателей. И процесс сертификации, подготовки к коммерческому уже запуску, он идет своим чередом. Но для меня было более интересно узнать, вот из таких статей я также нахожусь в информационном вакууме, как и вы. Но вот на абзаце я хотел бы обратить ваше внимание, что потенциальные потребители видятся из таких стран, как Катар, Саудовская Аравия, Индия, Оман и многие-многие другие. И были получены запросы с США, с Южной Америки, с Африки. И компания Unisky Stream Technologies всегда открыта для любого рода запросов и для любого сотрудничества, потому что Unisky Stream Technologies уверены, что технология будет иметь успех в любой стране, регионе и на любой территории. И здесь я могу сказать, что на самом деле, скорее всего, сейчас запросы вообще с всего мира приходят в Unisky Stream Technologies. Есть определенные критерии, о которых мы не раз говорили. Это критерии вообще стоимости за проект не меньше 25 миллионов долларов ранее было. Все согласования. Это необходимость поддержки на государственном уровне, чтобы легко получить все разрешения. И, конечно же, возможность финансирования, даже начиная с предпроектного исследования. Кстати, вот наши коллеги Франтишик, Владимир и Влад также посетили Unisky Stream Technologies, офис головной ранее, с целью обсуждения именно конкретных проектов. Что касается уже такой, возможно, самостоятельной карты финансирования через Sky World Community. Это к вопросу вообще, чем мы также будем заниматься после завершения 15 этапа. Естественно, в том числе финансированием конкретных коммерческих проектов, которым дадут доступ к финансированию для крупнейшего в идеологии Green Tech технологии фонда Sky World Community. Как это, кстати, написано на сайте Unisky Stream Tech Models, что мы, как Sky World Community, являемся одним из самых главных и серьезных и больших партнеров. И также по поводу планов Олег Зарецкий сказал, что планируется также прийти на территорию Карфакана. И здесь вообще было заявлено о том, о чем сейчас постепенно идет утепление и научных кругов, и вообще мировой аудитории, что Unisky Stream Technologies развивается не только в логике транспорта на Земле, но это единая связка, это единая дорожная карта, которая позволит вынести вредную промышленность в ближний космос. И этого нет ни у одной компании. Я не раз показывал вам, что в принципе Джеб Безос и Ричард Брэнсон уже слетали в космос, и активы их компании также выросли в цене. Но это, знаете, это как вырвать тренд из контекста и скапитализировать его. Да, скапитализировать можно, но сколько раз сможет этот тренд повысить стоимость активов? И поверят ли потом инвесторы, когда они вдруг осознают, что ракеты это вообще достаточно вредная штука для планеты, и многократные запуски могут очень серьезно повлиять на экологию. А тут сразу играет вообще стратегия по сокращению выбросов на планете, то есть международные уже правила устанавливаются. Естественно, очередные разы инвесторы могут не проголосовать за стратегию тренда, вырванного из контекста. Но один-два раза это может скапитализироваться и, как мы видим, это повышает стоимость активов компании. Это рынок, это маркетинговая игра, это манипуляции. И, конечно же, когда Unisky Stream Technologies выйдет на публичный уже рынок той или иной биржи либо security токен рынка будет уже другая некая стратегия развития и весь мировой опыт будет применяться. Также мы увидели новую статью в таком обозревателе, как техническом обозревателе, научном обозревателе, как Construction Week, то есть неделя строительства. И здесь достаточно большой разворот был посвящен именно Unisky Stream Technologies. Я не буду сейчас останавливаться. Поставьте плюсик, кому хочется, чтобы в следующем вебинаре я проанализировал эту статью с вами и сказал свое мнение. Но здесь достаточно большая статья, я ценю ваше время, поэтому иду дальше. И в первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание, что вот почему даже сегодняшний вебинар, он будет максимально короткий, потому что я не хочу ничего высасывать из пальца. Я могу проанализировать очень много происходящего в мире сейчас. То, что сейчас вообще даже кризис рынка полупроводников подходит к завершению, потому что фактически каждая страна сейчас сформировала свою стратегию. И не будет никакого кризиса в дальнейшем, но стоит понимать, что мир сейчас переживает очень серьезные экономические явления, и многие и экономисты, и игроки рынка, очень серьезные игроки рынка говорят о надувании пузыря. Поэтому подобные стартапы, которые позволят продемонстрировать уже к октябрю потенциально, если не подведут поставщики, то есть все от поставщиков сейчас зависит, от мировой логистики, уже тяжелую трассу с перемещением сарковтового контейнера, и совершенно новые, революционные вообще технологии перевозки. И давайте посмотрим вообще, что происходит сейчас в мире. Это тоже очень мощная аргументация, и как-то в начале года я сравнивал, еще до, кстати, бума такого, когда начали о буме вовсю говорить, когда рекордное количество электрокаров было продано в мире, я предположил, что электрокаров будет продаваться все больше и больше. Но я сравнил электрокары в логике индустрии гаджетов для человека, то есть были пейджеры, потом появились смартфоны, пейджеры отпали в необходимости, так как появилась технология Smart Message System, SMS, а потом и SMS отпала в необходимости, так как появились фактически бесплатные мессенджеры, и человек сейчас просто платит только за интернет. Поэтому, на мой взгляд, сейчас несколько лет, несколько лет может растянуться до пяти, до десяти. Я не Нострадамус, я не могу здесь предвидеть, могу только предположить, что этот тренд будет развиваться, активы этих компаний будут расти, потребность в литиево-ионных батареях также будет расти, в новом типе батареи также будет расти. Вот сейчас, как я сказал, кризис с полупроводниковой промышленностью решили, потому что необходимо в том числе раскручивать мировую экономику. И чуть-чуть попозже на слайдах я покажу свои доказательства, почему действительно сейчас все достаточно шатко-валко. Ну, австралийская компания говорит о том, что, австралийская металлургическая компания, что сейчас вообще переломной точкой для автомобилестроения, именно электромобилей, стали продажи автомобилей Tesla. Ну и китайцы также не отстают с такими марками, как NIO. Сейчас под тикером Li или Lu, не помню, компания, также вышло по ней, вплоть до того, что электровоздушное такси планируют производить. То есть тренд транспорта, он всегда актуален в сложные времена для экономики. Это мой такой железный аргумент. И вообще продажи электрокаров выросли на 153% к году. То есть сейчас полностью переходит процесс на электромобили. И традиционные автомобили будут уходить постепенно в небытие, но логистические проблемы-то не решились. Но если чуть-чуть перейти по слайдам, контейнерная перевозка растет, как стоимость перевозки, так и доставки груза, постоянно увеличиваются эти показатели. И вот вам доказательства даже. Сможете в тезисах прочитать. В ведомости российском обозревательном написали, что стоимость морских перевозок достигла, это августовская статья, начало августа, достигла пятилетнего максимума. И это повышает стоимость потребительской корзины. То есть это влияет не только на компанию, но если вот рассказать рядовому потребителю, покупателю чая, кофе, бытовой технике, что из-за стоимости морских перевозок, из-за неоптимальных сейчас возможных решений в плане контейнерных перевозок стоимость достигла максимума и страдает его кошелек, то, я думаю, он задумывается о том, что на самом деле существует технология, которая стоимость позволит снизить до минимальной вообще стоимости. И эту минимальную стоимость мы не раз озвучивали, это 1 доллар на 100 тонн на километр. Беспрецедентная стоимость, у которой сейчас нет у конкурентов никаких абсолютно. И, конечно же, человек, разобравшись, пожелает потенциально стать совладельцем той технологии, которая решит его проблемы даже как потребителя. То есть чай, кофе станут дешевле, ему станет дешевле жить. И это уже такой слоган можно прибавить. Не только мы достаточно серьезно влияем в плане финансирования Unisky Stream Technologies на экологию, но и на вообще сохранение денежных средств в рамках потребительской корзины для каждого живущего на планете Земля. Потому что стоимость морских перевозок может радикально снизиться и вообще морские перевозки могут быть не лет через 10, так скажем, пессимистично назовем, не через непосредственно морских суден, а уже по струнным дорогам, по струнному рельсу, через проливы в начале, а потом это уже будут и плавучие опоры, возможности перемещения, замещения сегодняшних морских путей. И почему это происходит? Давайте проанализируем, посмотрим на то, что происходит сейчас в мире. Я вот специально эту статью выдернул. И достаточно только одного абзаца. Сказали в администрации Байдена, что сейчас сфокусировано все на окончании пандемии ковида и идет подготовка внимания к будущим пандемиям. Будущим пандемиям. То есть ничего другого сейчас не ожидается. И если это было сказано, это наверняка произойдет, потому что это говорится на серьезных съездах. И тут стоит понимать, что экономика от этого, маховик экономики от этого больше не раскрутится. Потребительская масса не увеличивается. И именно поэтому в Гонконге даже началось распределение электронных купонов для стимулирования потребления. Это тоже я не беру из головы. Это уже происходит здесь и сейчас. Еще даже цифровые электронные деньги не появились. Уже вот такие вот вертолетные деньги. Ну, вертолеты прилетают, улетают, так скажем, сбрасывают и улетают. Вот от этого идет смысл, этого термина. И происходит стимулирование экономики. В данном случае в Гонконге. Но вообще в Китае достаточно плачевная ситуация. Я на прошлом вебинаре показывал падение достаточно серьезных банков, даже в мировом масштабе китайских банков. И доходность 10-летних облигаций в Китае составляет сейчас 2,82%. Это самое низкое вообще с июня 2020 года. Поэтому сейчас мировые инвесторы будут не то, чтобы обходить Китай стороной, но будут искать способы, куда им инвестировать, чтобы хотя бы приумножить средства. Потому что вы же понимаете, чем больше активов, когда речь идет уже о сотнях миллиардов долларов, я уже не говорю про триллионы, здесь не речь о таких процентах, как там допустим даже 10% годовых, а на гораздо меньшие проценты согласен инвестор. И как раз гораздо лучшие проценты будут давать коммерческие адресные проекты. То есть даже логика развития отдельных адресных проектов может потенциально быть лучше, чем десятилетние облигации в Китае. Ну и не только в Китае, потому что я могу провести пример в США, реальная доходность по десятилетним облигациям здесь вообще отрицательная. То есть это новый антирекорд. И о чем это все говорит? Объем облигаций с отрицательной доходностью за месяц подскочил на множество триллионов долларов, до 16 триллионов долларов. Поэтому инфраструктурный пакет один, второй, они будут внедряться, поэтому скорее всего в том числе и интерес со стороны США в плане заявок по Units Skystream Technologies. Потому что раскидывают все возможные карты для того, чтобы экономику поддержать серьезными инфраструктурными проектами и технологиями, которые могут повлиять на эту сферу. Ну и также давайте посмотрим вообще на график, а сколько наличных, наличные это и на банковских счетах и в различных активах, но вне рынка, то есть вне рынка акций, облигаций и подобного. Огромное количество денег. И сейчас они находятся в таком положении не трогать, не трогать до того момента, как не появятся активы, в которые можно инвестировать. такие активы за всю историю были, появлялись и мы видели бум доткомов, но это был надуваемый пузырь, который лопнул, нельзя сравнивать дорожную карту развития Unisky Stream с этим, но потом появились реальные компании, реальные технологии IT-сектора, которые начали растить мировую капитализацию и никто не задумывался об инфраструктурных пакетах на триллионы долларов, потому что экономика развивалась и росла, вступила в эпоху развития новая технологическая волна и поэтому никаких проблем экономика не испытывала. Но давайте посмотрим вообще, что сейчас происходит с банковскими ставками. Кто смотрел игра на понижение фильма? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате. И Майкл Бьюри это один из моих героев, инвесторов и человек, на которого действительно можно равняться по анализу того, что происходит в мире и обезопасивания своих инвесторов, потому что он в своем фонде посоветовал крупным инвесторам действительно совершить те действия в 2008, когда падали целые банки и люди сохранили свои средства. Вот сейчас банковские ставки на минимуме. Вы видели, что вы видите по этому графику, что в принципе в 2008, 2009 годах также они падали до минимума, потом вроде как отросли, но сейчас снова на минимуме. И это было только в 1930 году. И в 1930 я думаю, что все знают, какие тяжелые времена также были у мировой экономики. И опять же, за счет чего мировая экономика выплыла? За счет развития новых технологий, кардинально изменивших мир. За счет чего-то другого невозможно было спасти мировую экономику, была бы очень серьезная, более затяжная экономическая депрессия. То есть стоит задуматься. И Майкл Бьюри говорит открыто о том, что сейчас он предупреждает, что на рынках происходит самое большое надувание пузыря в истории. Мы видим, что индекс S&P в принципе вырос, но это пузырь, который надувается, и он когда-то лопнет. Поэтому много очень наличности, она сейчас вне рынка, потому что здесь сидят здравые люди, которые обычно инвестируют именно в те области, в те сферы, которые касаются инфраструктуры, либо конкретно новых технологий. А технология компании Unisky Stream Technologies это и инфраструктура, и конкретно новые технологии, и новый вид транспорта, и новая экология, и зеленая энергетика, то есть здесь фактически все требования, знаете, как уравнение математическом, они удовлетворяют тому, что имеет Unisky Stream Big Modes на сегодняшний день. И также я хотел бы сказать, что чуть-чуть больше аргументов Стэнли Друкенмиллер тоже говорит о том, что в принципе сейчас инфляция достигла очень серьезных пределов в экономике США, это коснется всего мира, и он говорит тоже конкретно про пузырь. И это говорит о том, что мы с вами находимся на, скорее всего, не буду говорить точно, но одной из правильных сейчас, одной из правильных дорог, и находимся в самом начале. Это действительно на основе моей аргументации могу сказать, может стать спасательным кругом для мировой экономики, для мировой логистики, в плане даже грузовых перевозок, в плане контейнерных перевозок. И также, как я сегодня отметил, так как стоимость перевозки контейнера растет, растет стоимость чая, кофе, который мы ежедневно пьем, то есть это спасает от инфляции рост стоимости на продукты, которые ежедневно мы с вами потребляем. То есть это экономит средства в нашей сегодняшней поседневной жизни уже потенциально. И хотели бы вы стать совладельцем данной компании? Или вы хотите подождать, чтобы вот эти ребята расчехлили свои запасы, когда будет очевидно, понятно, уже пойдет, допустим, третий, четвертый, либо пятый адресные проекты, либо они синхронно начнут развиваться, и они подумают, что можно часть запасов потратить на реализацию коммерческих проектов, тем более, что коммерческие проекты дадут возврат инвестиций более серьезный, чем недвижимость на сегодняшний день. либо запуск заводов. И это вообще будет беспрецедентным фактом, что рынок инфраструктуры, рынок транспорта, он вообще окупается, потому что ранее создавали это с той логики, что прописывали дорожные карты, завышали показатели и вгоняли в кредит даже целые страны. сейчас не нужно будет завышать показатели и вгонять в кредит целые страны, потому что технология и проекты, они само окупаются, в отличие от сегодняшних дорог, в отличие от сегодняшнего метро и в отличие в принципе даже от того гаджета, который мы с вами используем. Окупается ли он? Я вот недавно задумался. И вообще гаджет теряет в цене за 2-3 года огромную часть своей основной стоимости и на самом деле, даже пользуясь гаджетом, мы уходим в минус. И потом в гонке за новыми девайсами мы покупаем новый гаджет и снова как хомяк в клетке бежим, бежим бесконечно за технологическим прогрессом, но который не решает тех проблем, которые может сегодня решить Unitsky Stream Technologies, совершив революцию в транспорте и логистике. Я хотел бы завершить цитатой от одного из сегодняшних евангелистов крипто, блокчейн, индустрии в плане биткоина SEO MicroStrategy продавайте все с неограниченным предложением и покупайте все, что имеет ограниченное предложение. Он говорит про ограниченное предложение золота, биткоин, но и я могу сказать, что и активов Unitsky Stream Technologies, которые могут реально стать ценными активами, также ограниченное предложение. Поэтому задумайтесь еще раз, я благодарю вас за внимание, сегодня 4 августа и готов ответить буквально на 1-2 вопроса. Будем завершать. С вами Алексей Скадоев, Skyworld Community, мы создаем будущее финансированного. Так, коллеги, вопросы? Так, сейчас я посмотрю в YouTube вопросы. Так, конечно, Мирополис очень неудобно пользоваться новой версией. Ну, и это мы исправим обязательно. Так, зайду на YouTube, потому что обычно я вопросы как будто не замечаю, но нельзя обижать тех, кто также смотрит YouTube. Все, я вижу ваши вопросы. Будем на экспо? Валентина Шапира спрашивает. Да, Валентина, будем на экспо, но не в логике выставочного стенда, а в логике максимально оптимального и эффективного решения, что посетители экспо будут посещать уже инновационный парк в Шарже и видеть все во очи. Это намного лучше, чем смотреть на стенде модели либо подвижных составов, которые не могут перемещаться, либо модели в малом размере, малом масштабе. лучше увидеть все во очи, прокатиться, где можно. И уже к октябрю, повторюсь, униска Астрин Технолог говорит о том, что грузовая трасса должна быть готова продерженностью 2,4 километра. По обучению есть новости? Галина, вот как я и говорил, благодарю за вопрос, но я сейчас трачу максимум времени, чтобы обучение было действительно для вас классное. Этого не было за историю развития Skyworld Community вообще никогда. То есть вот все техники, все методы, которые можно использовать, как продажи, как команда образования, они применимы именно к нашему продукту, Skyworld Community и нашей будущей дорожной карте развития. Потому что вот этих успешных успехов достаточно много, и мы не хотим превратить платформу в очередную свалку обилия курсов, но вы не будете допустим посмотреть, вы не сможете применить это и смотреть в разрезе нашего продукта. что по крипте я говорил, что по крипте на прошлом вебинаре, ничего с этого момента не поменялось, процесс развития идет. В октябре 2021 сколько будет адресных проектов? Светлана спрашивает. Во всех СМИ говорится о том, что как минимум один адресный проект будет точно подписан, но мы помним о том, что Анатолий Эдуардович неоднократно говорил, что как минимум три адресных проекта коммерческих контракта на них будут подписаны в этом году. Посмотрим, как будет в будущем. Так, коллеги, а вот, кстати, интересный вопрос от Адолбека Таштанова. Могут ли другие страны сделать аналогичные техники и тем самым препятствовать нашей компании реализоваться полностью? Естественно, когда все заметят тренд транспорта над землей, все постараются это реализовать, но догнать компанию, у которой есть дорожная карта развития на 5, даже 10 лет вперед, и которая на самом деле не показывает реальные подвижные составы сейчас, которые есть в обоиме, будет очень сложно. Это будет серьезная маркетинговая битва, это будет серьезное именно противодействие различными способами, которые мы даже сейчас не можем предположить, но в технологической борьбе, на мой взгляд, в инженерной концепции Анатолий Эдуардович однозначно победитель. Но обрасти маркетинговыми связями, обрасти мощной командой по продвижению, я думаю, что по обилию статей, которые сейчас появляются в информационных полях в интернете, я думаю, что вы понимаете, что это возможно сделать, и это уже сейчас происходит. Поэтому главное это то, что создается в плане инженерии, а остальное так скажем получим, обретем. Так что, дорогие друзья, я думаю, для нас все сложится наилучшим образом, потому что компании, которые будут догонять технических инсайдов и разработок не имеют и не знают. А не сказать, тренды, технологии, смеют и знают. Так, ну, я думаю, ответил сегодня на рекордное количество вопросов. Я искренне надеюсь, что вам чуть-чуть добавило мотивации, аргументации мое сегодняшнее выступление. Поставьте это до 10, как вам информация и давайте введем новую такую оценку. Тот, кто считает, что вода, напишите минус. Тот, кто считает, что выступление было огонь, напишите плюс. И таким образом я пойму примерно, какая конверсия моего сегодняшнего выступления. Благодарю за внимание, всем счастливо, пока. С вами Алексей Сколеев.